И в завершение выпуска о музыкальном марафоне, который стал рекордным по продолжительности. В течение семи месяцев в Курской области проходил фестиваль «Русская гармоника». За это время он побывал в Черемисиново, Фатеже, Конышовке, Глушково, Касторном. Заключительный концерт с участием лучших гармонистов области прошел в Большом зале филармонии. Вот они, самородки из глубинки, те, кто бережно хранит народную культуру. Популярные в родных сельсоветах, но совершенно неизвестные в Курске. Сегодня сцена областной филармонии в их распоряжении. «Русская гармоника» звучала по всей области с мая по ноябрь. Сотни частушек и страданий, десятки участников из каждого района. Но для организаторов это не просто фестиваль. Это своего рода эксперимент выживаемости народного инструмента в современных условиях. Видавшая виды гармонь, эксперимент прошла. Более 40 участников, вообще желающих и людей, владеющих этим инструментом. Интерес к русской гармонике тоже не исчез. Вы знаете, аншлаги были, даже переаншлаги были. Это замечательно. Всенародно известный гармонист, орловчанин Евгений Дзербенко не пропустил ни одного фестивального дня. И каждый украсил своим выступлением. За это и за активную народно-музыкальную позицию получил благодарность от губернатора Курской области. Хотелось бы пожелать курянам, чтобы здесь у нас, чтобы на Курской земле гармонь дальше развивала, чтобы этот фестиваль стал традиционным. И чтобы не только любители играли, чтобы и учили детей играть на этом народном инструменте. В музыкальной школе, в музыкальном училище. От детей в Курске учат. Ансамбль «Коробейники» тому подтверждение. У ребят плотный гастрольный график и выработанная система гонораров. Публике нравится. Их постоянно угощают конфетами, шоколадками. Поэтому им очень даже неплохо живется. Командует в мальчишеском коллективе единственная девочка. Казачья душа Дарья. Но не Мелихова, а Монастырева. Я командую мальчишками, указываю, что слежу за их дисциплиной. Их главное не распускать, надо держать их. А то забавится очень. Организаторы не обещают, но намекают. У фестиваля может быть продолжение. По крайней мере, есть потенциал и огромное желание. Желание слушать песню истинно народную. Когда зритель и артист сливаются в едином звуке. Юлия Матвеева, Алексей Еременко, Телеканал «ХСЕИН». Спасибо.